Поговорим сейчас о линии. Вообще, какие виды линий бывают? Линия. Что можно об этой линии сказать? Это кривая линия. Если я начало движения мела по доске обозначу точкой А, окончание этого движения точкой В, то мы две точки А и В соединили линией, которую можно назвать кривая линия. Но из точки А в точку В можно прийти другим способом. Например, если это точка А, а вот это точка В, то через эти точки можно построить или можно провести линию, которая отличается от кривой линии, и вот такую линию называют прямая линия. Если я соединю несколько точек, какими способами я могу попасть? Из точки М в точку Н, а потом, например, в точку К. Например, и назовем эту линию, например, кривая линия. Но три точки можно соединить. Например, точку П, точку М и еще точку, например, Ф. Я могу соединить вот таким способом. Внимание! А сейчас попробуем разобраться, чем отличается линия М, Н, К от линии П, М, Ф. А тем, что из одной точки в другую мы идем по прямой линии. Или другими словами, расстояние от точки П до точки М измеряется отрезком, длиной отрезка. Линия П, М, Ф в математике имеет свое название. Называют такую линию ломаной линией. Ломаная линия состоит из нескольких частей. В данном случае наша ломаная линия П, М, Ф состоит из двух частей. Первая часть – П, М, вторая часть – М, Ф. Вот этими составляющими частями ломаной линии являются отрезки. Они для ломаной линии имеют свое название, называются звеньями ломаной. Наша ломаная П, М, Ф имеет два звена. Если я возьму, дополню еще точку Д и соединю две точки Ф и Д, мы получим ломаную линию, которая состоит из трех звеньев П, М, М, Ф и Ф, Д. Например, выбираю несколько точек. Одна, две, три, четыре, пять. Вот ломаная линия, которую задают пять точек, будет иметь сколько звеньев? Первая, вторая, третья, четвертая. Четыре звена. Итак, ломаная линия состоит из нескольких отрезков. Каждый отрезок называется звеном ломаной. Следующий термин, который нужно понимать, о котором говорят, изучая ломаную линию, называется длина ломаной. Внимание! П, М, Ф, Д – ломаная линия. Ее длина состоит из длины каждого звена, который входит в данную ломаную линию. В данном случае ломаная линия П, М, Ф, Д будет иметь длину П, М, длину отрезка, прибавить длину отрезка, М, Ф, прибавить длину отрезка, Ф, Д. Итак, если нам нужно найти длину ломаной, мы должны измерить длину каждого его звена. Например, звено П, М составляет, считаем, 5, 10, 11, 12, 13 единиц. Единица отрезка у нас вот это одно деление. Значит, это будет сумма равна 13 единицам плюс, измерим звено М, Ф. Звено М, Ф равно 5, 10, 15, 19 единиц. Прибавить 19 и прибавить, измеряем третье звено Ф, Д, его длина равна, считаем, 15, 16, 17 единиц. Для того, чтобы легче сосчитать эту сумму, прибавим 13 и 17, применим переместительный закон. 13 плюс 17 равно 30, 30 прибавить 19, имею 49. Итак, длина ломаной, П, М, Ф, Д, равна 49 единицам.